Кристина, сейчас во время войны отношения с родственниками, друзьями действительно трансформируются. Какие причины, этапы и советы? Надо понимать, что война внешняя всегда рождает войну внутреннюю и наоборот. Что такое война внутренняя, что такое война на уровне психики? Это преобладание в коллективном сознании, в коллективном бессознательном страны, которая воюет, трех образов очень сильных. Образа жертвы, образа агрессора и спасателя. Что дальше? Дальше каждый индивидуальный человек, который находится в этой стране, он начинает воспринимать реальность через эти образы. То есть это как окошки, через которые он видит мир. Мир большой, но вы видите то, что входит в область вашего окна. Так вот, окнами индивидуальной психики в военное время становятся вот эти три образа. Жертва, агрессор, спасатель. И вот такие грани реальности мы видим. Так коллективное сознание, коллективное бессознательное влияет на каждого абсолютного человека. Если вам кажется, что на вас не влияет, на вас влияет. Что это про отношения с друзьями? Когда вам кажется, что ваш друг поддерживает какой-то вашего врага, или он не понимает, занимает какую-то непонятную позицию, нападает на вас и так далее, то есть вы либо злитесь на него, чувствуете гнев, ярость, либо начинаете его спасать, вам его жалко становится, либо вы начинаете жалеть себя, вы в плену вот этих образов. Это не значит, что нет внешних каких-то реальных обстоятельств, реальных дел ваших друзей, ваших родственников. Они тоже есть, то есть и-и. И при этом ваше восприятие этих внешних событий многократно усиливается коллективными образами. Что здесь можно сделать? Самое лучшее и это достаточно весомое для вас будет понимание, осознание того, что происходит. Что сейчас на ваше восприятие очень сильно влияют коллективные образы. И моя рекомендация – это помнить и окончательные выводы о друзьях, родственниках и прочее оставить до конца войны. То есть не внутри себя не обрезайте, не говорите «все, больше никогда, они ужасные» или «они какие-то там еще какие-то». Да, вы не согласны сейчас с позицией, да, вам неприемлемо то, что происходит. Окей, сейчас это так, внешне вы можете перестать общаться и так далее, это нормально. Но внутренне, когда вы обрезаете, вы травмируете свою психику. То есть здесь не вопрос отношения с вашими друзьями, это вопрос вашей внутренней травматизации. Поэтому очень важно дальше оставлять себе «ок, окончательное решение я буду принимать после войны». То есть в то время, когда из коллективного сознания, из коллективной психики уйдут вот так ярко звучащие образы. И тогда, возможно, вы увидите ситуацию совершенно по-другому. Что еще помогает переключить психику с военных образов? Две важные вещи. Первое – это все, что вы воспринимаете красивым. Красота она переключает. Красивое – это может быть поэзия, это может быть, не знаю, девушка красивая, это может быть красивая картина, это может быть красивый смех ребенка. Красивое может быть, даже слово больше подойдет прекрасное. То, что мы воспринимаем как прекрасное – музыка, книга, не знаю, какая-то мысль, идея, которая вам кажется класс, красивая идея. Все, что вы воспринимаете красивым, переключает вашу психику. Это действует на уровне лимбической системы мозга, то есть система, которая сильнее сознания, эмоционально, то есть там, где, грубо говоря, живут эмоции. То есть это та часть нашей личности, на которую мы не можем влиять сознательно, а вот красота на нее влияет. Второй переключатель – это ваше любимое дело, то, где вам интересно. Интерес. Вот когда вы чувствуете интерес, когда вы чувствуете включенность, вы начинаете возвращаться в здоровый режим психики. Два переключателя, пожалуйста, пользуйтесь. Это то, что будет существенно помогать вам, и вы увидите, что после того, например, когда вы позанимались своим любимым делом, или соприкоснулись с чем-то для вас прекрасным, красивым, гармоничным, ваше восприятие события, разговора с другом неприятного и так далее, оно будет меняться. Просто понаблюдайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!